МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я же говорила, пять минут, Саша. Все будет так, как я захочу. Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы – доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель – майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект Первого канала след. Костя, план поменялся. Поворачивай на приходь к дом 5-й. Там какой-то принёк с крыши сиганул. Самоубийство? А ты проверь. Ну, просто пока проверь. Там уже пресса набежала, сам понимаешь. В общем, действуй. Костя. Я за него. И что даже удивительно, тоже Костя. Котов на другом объекте. Там типа самоубийство. С каких-то пор мы занимаемся самоубийцами? Это у Рогозиной спроси. Она тебе ответит. Ну, ладно, что там у тебя? Свидетели есть? Милиция опросила соседей. Никто ничего не видел, не слышал. Женщина жила одна. А в сумочке, как обычно, всё в кучу свалено. А у тебя в сумочке лучше, что ли? Лучше. Ивлева. Наталья Алексеевна. Не замужем. Детей нет. Работник банка твой вклад. Ну и название. Странное тебе не кажется? Надо связаться с банком. Вон, держи. Сделаем. Сегодня на глазах у жителей спального района города Москвы молодой человек сбросился с крыши. Упала провода и сгорел заживо. И на данный момент остается лишь только гадать, убийство это либо несчастный случай. Милиция пока что ещё ничего не говорит по данному инциденту. Ясно одно. Это убийство. Я почти уверена, что она доверяла убийце. Это что, в паспорте написано, что ли? Ты посмотри сам. Глаза закрыты, кофточка расстёгнута, руки широко раскинуты. Как будто она ждала, что её сейчас обнимут. А её вместо этого... Угу. Зарезали. Расходимся, граждане. Не цирк здесь у вас. Граждане, расходимся, расходимся. Все расходимся, граждане. Слушай, знаешь, сержант, у тебя так ничего не получится. Вот что. Учиться надо у классиков, у товарища Бендера. Так, господа, нужны свидетели и понятые. Подходите сюда, запишем по фамилии. Куда вы, куда вы? Мужчина, подождите. Да, женщина, носи... Скорее всего, она была с любовником. Ни на подушку, ни на какие другие предметы кровь не попала. Вся скопилась в грудной полости. Значит, нож вытащили из груди не сразу, а минут через десять. А может быть, она просто спала? Вот так в одежде? Я не думаю. К тому же, следов взлома нет. Значит, она впустила убийцу в квартиру сама. Ну, рассказывай. Че случилось? Да вот, сумасшедший какой-то с крыши упал. Не знаю, сам упал или помогли ему. Вот, и прямо на провода. Замкнуло, естественно. Вон, светофоры вырубилось. Меня сюда и послали. Хорошо, еще машин нету. А то б такие пробки начались. А очевидцы были? Очевидцы были. Опросил. Видели только, как парень с крыши летел. А еще, кроме него, кого-нибудь на крыше видели? Да нет, снизу же не увидишь. Может быть, все-таки кто и подтолкнул. Вот, ценные вещи все на месте? На месте. Это не ограбление. Смотри-ка. Пуговицы. Оторвали. Еще ниточки остались. Надеюсь, пальчики тоже. А Котов надолго застрял? А Бог его знает. Вот, именно когда Рогозина на семинаре, мы должны разбираться еще и с городскими сенсациями. Это что, криминал или самоубийство? Хуже? Именно то, что ты сказала. Городская сенсация. Сердце Ивлевой пробито насквозь. Мгновенная остановка. Края раны ровные. Нож был острый. Толщина орудия семь с половиной миллиметров. То есть, она ничего не успела почувствовать? Хотя бы в этом ей повезло. Ну, это как сказать. Дело в том, что вместе с ней погиб ее ребенок. Что? Да. Ивлева была беременна. Срок шесть недель. Вот так. Клетки эмбриона нужно передать на анализ ДНК. Обижаете. Уже сделано. Костя, привет. Пришла начальница Ивлевой из банка. Ждет переговор. Спасибо, уже идут. Подожди, я по поводу Ивлевой. Я проверил входящие звонки на ее номер. Ну и что? Есть одна странность. Какая? Ей несколько раз на дню звонил один и тот же человек. Ну и что он? Или она? В этом и странность. Это ее сосед по лечной площадке. Яновский Александр Иванович. Любопытно. Хотя не наказуемо. Но все равно проверить надо. Сейчас я за ним пошлю. Про личную жизнь Наташи не могу сказать ничего конкретного. Одинокая. Мечтала иметь ребенка, но не замужем. А в последнее время я выглядела такой счастливой. Кажется, у нее появился мужчина. Вообще-то это более чем конкретно. Вы знаете, а вы видели этого мужчину или только слышали о нем? Конечно, видела. Пару раз после работы дождался ее такой интеллигентный, лет под сорок. А когда вы в последний раз видели Ивлеву? В пятницу вечером. А вы что делали в пятницу с пяти до шести? Я была в салоне с семнадцати до двадцати двух. Можете позвонить, а не подтвердят. Ой. Вроде я всего повидала. Ну уж. Даже я всего не повидал. Итак, погибший. А как вы его назвали? Электроник? Ну, я в том смысле, что пока он у нас не опознан. Надо же его как-то называть. Электроник. Упал на провода. Лицом и руками замкнул две фазы линии электропередач. Он даже испугаться не успел. Смерть мгновенная. Адреналин не выделился. Даже бы, если он и был в сознании. А что, есть предположение, что он был без сознания? Вот, посмотрите-ка сюда. Вот, это таблица метаболитов. По ней легко определить, что наш паренек получил высокую степень передозировки наркотики. Смерть от передоза? Нет. Смерть наступила от разряда электрического тока. Когда он летел, он был уже без сознания от принятой дозы. Да, кстати, передайте рентгеновские снимки Ивану. Пусть он восстановит лицо погибшего. Слушаюсь, товарищ майор. Спасибо. Пойдемте. Если еще что-то вспомните, то сразу мне позвоните. Хорошо? А сейчас давайте вместе попытаемся составить фоторобот ухажера Ивлевой. Товарищ майор, вон привел, как приказали, гражданин Яновский. Отведите в переговорку. Есть. А я право не понимаю. Я все объясню, пять минут. Пройдемте. А он что, вам знаком? Так это и есть ухажер Ивлевой. Спасибо. Пойдемте, пойдемте. Эй, мужик. Ты что там делаешь? Что надо? Дворника ищу. Слушай, тут паренек с крыши сиганул. Может, что видел? Не видел, не знаю. Вход на крышу через этот подъезд? Вот в этом, да. Ну, пойдем, покажем. Ну, еще чего? Мне своих дел хватает, во. Пойдем, говорю, покажешь. Надо. Пошли, пошли. Вот еще. Мне очень жаль. Наташа была очень хорошая женщина. Я даже не знаю, кто мог желать ее смерти. Вы садитесь, садитесь. Да. Вы знали убитую лично? Просто соседка и все. Случайно здоровались, как со всеми. И по многу раз в день и разговаривали с ней. Звонили ей. Поджидали вечером после работы. Гражданин Яновский, только не надо лгать. В ваших интересах говорить правду. А я не понимаю ваших намеков. Может быть, и звонил. Иногда. Встретил случайно пару раз на улице. Что из того? У вас на пальто не хватает пуговиц. Вот точно такой же мы обнаружили в квартире Ивлевой. Отпечатки на ней мы как раз сверяем с вашими. Но я почти уверена, что это ваша пуговица. Ну и что? Зашел, наверное, за солью. Ну или еще за чем-нибудь. Обронил случайно пуговицу. Что это доказывает? Что? Ничего. Тут вы правы. Но только обнаружили мы ее не в прихожей. А под кроватью. Закатилась. На пуговице отпечатки пальца Яновского. Игорь, проверь Ниткину идентичность и после позвания Гордеева она ждет информацию. Хорошо. А у тебя что? У меня ничего. У меня компьютер думает. А у тебя что-то. Алло, майор, Котов беспокоит. Ну, в общем, я на крыше. На крыше, говорю? Да. Слушай, в общем, получается, что с парнем, да какая интересная история. Если бы он хотел жизнь самоубийством покончить, ну, прыгнул бы он с фасада, что бы он сбоку прыгал на электропровода? Ну, да. Да еще к тому же здесь следы минимум двух человек. Так что помогли его прыгнуть. И волокна идентичны. Этими нитками была пришита пуговица к пальто. Ну вот, теперь я знаю, как выглядел этот самоубийца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, отпечатки пальца на пуговице из-под кровати Ивлевой вашей. К тому же, волос, обнаруженный на ее подушке, тоже ваш. Это установлено. Ошибочка у вас вышла. Вам, возможно, известно, что Наталья Ивлева ждала ребенка. На основании совпадения структур локусов ДНК плода и вашей ДНК мы установили, что отец ребенка вы. А вот вам и мотив преступления. Вы женаты. А Ивлева, забеременев, потребовала жениться на ней. Я не убивал Наташу. Я ее любил. Все это началось года полтора назад. Я сидел перед подъездом на лавочке, забыл ключи, ждал жену. Как раз Наташа возвращалась, предложила мне подождать у нее. Александр Иванович! Да? Можно вас попросить? Входите, входите. Я вас не укушу. Да я и не боюсь. Понимаете, молнию заела. Вы не могли бы помочь? Спасибо, дорогой. Ну, наконец-то ты меня заметил. А я все ждала. Когда же догадаешься? В общем, так все и закрутилось. Мы стали любовниками. Понимаете, я люблю жену. С Наташей это было иначе. Она была в тот вечер, когда Наташу убили. Я, как обычно, пришел к ней. Наташка. Я сейчас крутился, Наташка. Что ты, что ты, что ты? Какая ты сегодня красивая, Наташа. Да перестань! Что случилось? Мы не можем больше встречаться. Почему? Я беременна. Наташка. Да это же замечательно. Это замечательно. Это замечательно. Перестань, я сказала. Ты что такой наивный? Ты думаешь, я с тобой что, вот так вот по-соседски встречалась? Вот так нервишки пощекотать? Теперь, когда у меня будет ребенок, мне никто не нужен. Да зачем ты это говоришь-то, Наташ? Я прошу тебя, ты меня только не обижай. Иначе я просто уйду. Да что ты говоришь? Ты уйдешь тогда, когда я этого захочу. И даже если ты действительно уйдешь, то через пять минут прибежишь обратно. Я даже не успею встать и закрыть за тобой дверь. Я ушел. Домой не хотелось. Пошел на улицу, стоял там, курил. Настроение было хуже некуда. Вспоминал, как нам с ней было хорошо. Как мне с ней было хорошо. Мне. А потом решил вернуться. Ну, думал, уговорю, но ведь ребенок. Ну, понимаете, вы ребенок. Смотрю, дверь-то открыта, значит, ждет. Ну, я вбежал к ней, она там... Она там лежит на кровати. С ножом, понимаете, в сердце. В сердце! Наташа! Наташа! Дальше ничего не помню. Я бродил где-то по улицам. Когда вернулся, дверь уже закрыта. Ну, конечно, там замок английский захлопнулся и не убивал. Понимаете, я... Я просто испугался. Да, я слушаю. Спасибо. Ну, допустим, это было так. А ваша жена была дома? Катя? Да, была. А в чем дело? При чем тут моя жена? В вашей квартире при обыске под ванной был обнаружен нож. По параметрам он совпадает с тем ножом, которым была убита Ивлева. Как вы это объясните? Я понятия не имею. Вот и ваша жена, которая присутствовала при обыске, тоже ничего объяснить не может. Постойте, вы что, думаете, что это моя жена? Нет, она ничего не знала о наших отношениях с Наташей. Она... Да? Да. Ну, это вы и так думаете. Ну, ладно. Сейчас вас отведут в камеру. Подумайте там еще раз. Это ошибка какая-то. Нам все подбросили. Мы с мужем тут ни при чем. Нам все подбросили. Да успокойтесь вы. Мы сейчас возьмем ваши отпечатки пальцев и разберемся. Успокойтесь. Проходите. Ну, тут все просто, как в учебнике. и отпечатки пальцев, и кровь. Ну, что, я пошел. Подожди еще пару вопросов к тебе. Ты инвентарь свой где хранишь? Тут в подвале, а что? А живешь? Тут в подвале. Вот, ну, можем в гости к тебе зайти. Ну, поставь слева в сугроб. Это еще зачем? Ну, поставь, надо, говорю. Ну, и что ты на крыше делал? Ничего я не делал. Ты что, парень сделал? Не знаю я никакого парня. Не подходи. Да тебе, Хагай, не дури. Что ты мне мозги паришь? Я твой след на крыше видел. Ты восстал, когда парень там был. Что молчишь? Нет, только сумку хотят. Сумку, ерунда. Сумку. Дворницкая твоя где? Там, в соседнем подъезде. Так, ну-ка, пошли за сумкой. Потом разбираться будем. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Да. Ну, хорошо. Но только прежде выслушать. Кровь на ноже, найденном у вас под ванной, принадлежит Ивлевой. А вот отпечатки пальцев на рукоятке ножа вашей жене. Ну, это уже не играет никакой роли. Вот как? Я хочу... Хочу сделать заявление. В состоянии аффекта я убил Наталью Ивлевну. Я не выдержал ее насмешек и оскорблений. Это я убила Ивлеву. Я знала об их романе с моим мужем. Я решила разобраться с ней. Сколько же можно терпеть? Я шла домой. У нее дверь была открыта. Я вошла в комнату. Я... Я не помню, как я зарезала Ивлеву. Я... Когда очнулась уже... Она уже была мертва. А где взяли нож? Нож? Да у меня этих ножей на работе сколько угодно. Я же повар. Я с собой носила. Готовилась. А почему не избавились от орудия убийства? Как? Я же... Я под ванну спрятала. В Дворницкой Котов обнаружил сумку. В ней мобильный телефон, студенческий билет, кошелек без денег, но главное – паспорт. Фотография в паспорте полностью соответствует модели лица, которую сделал Ваня. Погибшего звали Коренев Виктор Андреевич. А еще в сумке Котов обнаружил пропуск в банк твой вклад. Коренев, оказывается, работал там. Совпадение? Вряд ли. Так что придется снова вызывать Груздеву и проводить обыск в квартире Коренева. Может быть, обнаружим причину его смерти. Дворник был на крыше в тот же промежуток времени, что и Коренев. Значит, он мог скинуть с крыши Коренева по причине ограбления? Нет. Дворник рассказал, что поднялся на крыше уже после того, как Коренев упал оттуда. Так, по словам дворника, когда он убирал крышу, он обнаружил бесхозную сумку и решил забрать ее себе. А на самом деле решил ограбить студента, зная, что тот не будет сопротивляться по причине наркотиков. Нет. Дворник говорит правду. Он действительно не сбрасывал партию с крыши. После пришел, взял сумку и все. Ну, объясни. Внимание на экран. На крыше только два вида сверх следов. Вот этот вот отпечаток электроника, то есть Коренева, вот этот дворника. Видите вот эту картинку? Следы совмещены. Эту картинку видим несколько раз. Она повторяется. теперь смотрите результаты трассологической экспертизы. При разъединении следов первый отпечаток подошвы принадлежит дворнику, а второй корень его. если бы они вместе были одновременно на крыше, то следы не могли соприкасаться, понимаете? Если бы дворник сбросил Коренева с крыши, следы были бы параллельны, а у нас они совмещены. Значит, он был один на крыше и сам упал. То есть, это был несчастный случай. Да. Несчастный случай. Только почему дворник сразу ничего не рассказал? Паспорт и мобильный телефон для человека, который живет в Дворницкой, это то же самое, что московская прописка для гастарбайтера. Все, разобрались, дело закрываем, дворник в уголовку, а с родственниками Коренева я сам свяжусь. Ну, а у вас какие успехи? На 200 процентов. Даже так? Да. Оба признались. Муж и жена. Соучастие. Нет. Он выгораживает ее, а она его. Значит, будем делать следственный эксперимент. Проводить. Александр Иванович, Ивлева так лежала? Да. Покажите, как вы ударили ее ножом. Возьмите. Ольга Анатольевна, так как вы можете объяснить, что в течение суток погибло двое сотрудников вашего банка? Нет, мы, конечно, допускаем, что это могло быть чистой случайностью, но ведь, возможно, и такое, что их что-то связывало. В том-то и дело, что ничего. У меня у самой в голове это не укладывается. Ивлева, начальник отдела, Кореньев, стажер. Ну, он копался в бумагах, на него даже внимания-то никто не обращал. И потом, он у нас уже два дня как не работает. А почему не работает? Ну, закончился испытательный срок, он нам не подошел. А может, дело в наркотиках? Давайте договоримся сразу. Говорите всю правду. Мы ведь все равно ее узнаем. Да, вы правы. В наркотиках тоже. Он попался? Ну, можно сказать и так. А точнее? Мне об этом рассказала Ивлева. Наташа, заходи. Ольга Анатольевна, мне очень неприятно об этом говорить. Но наш стажер Коренев наркоман. Ты в этом уверена? Абсолютно. Я застала его прямо на месте преступления, в подсобке. И отобрала у него вот это. Надюша, вызови ко мне Коренева. Немедленно. Ну, я, пожалуй, пойду. Подожди, подожди. Вдруг он отпираться начнет. Садись. Ну, как скажешь. Вызывали? Ваш. Донесли, значит. Сейчас речь не об этом. Я повторяю. Ваш? Ну, мой. Вы уволены. Как так? Сразу? Может, дадите мне еще один шанс? Я редко этим балуюсь. Я могу вообще завязать. Молодой человек. Это банк. И малейшая ошибка здесь недопустима. А наркоман может дотворить бог знает что. Мне очень нужна эта работа. Иначе я останусь без денег. Найдете другую. А ты, сука, мне за это заплатишь. Наташа, успокойся. Иди работай. И вы молчали? Ну, поймите. Не хотела ссор из избы выносить. Нет, это, конечно, очень похвально. Во всех случаях. Кроме расследования убийства. Ну, в чем же мог помочь мой рассказ Ивлеву же с того света не вернешь? На самом деле мы могли бы привлечь вас к суду по статье 316 укрывательства преступлений. Но мы не будем на этом настаивать. А вот начальству вашему сообщим непременно. Вот. Принес тебе. Че это? Коренева. Ой, ну и бардак в его квартире. Плохо жил наш электроник. Самое ценное, что было, вот этот ноутбук. Но, похоже, он все тесты стер напрочь. Ну, это мы еще посмотрим. Уверен, что получится? Уверен. Куда он денется, хотел бы я знать. Скажи мне, вы все компьютерщики самоуверенные? Или это исключение? Я бы сформулировал иначе. Мы не самоуверенные, мы программа уверенная. То есть верим в программы, они не подводят. И сейчас ты в этом убедишься. Поспорить с тобой, что ли? Валяй. На бутылку коньяка. Я не пью. Зато я пью. А при чем здесь ты? Ты не выиграешь. Скажите, в каком положении находилась Ивлева, когда вы ударили ее ножом? Она сидела. Сидела на кровати. Покажите. А как держали нож? И как ударили? Вот так. А нож когда вынули? То есть? А сразу, сразу вынула, сложила нож и тряпки в пакет и быстро ушла. Ну и что нам с ними делать, с этой парочкой? То ли они притворяются, то ли они совершенно невиновны. А нож под ванной? А отпечатки пальцев Яновской на ручке ножа? Да, против таких улик трудно что-либо возразить. Товарищи майоры, вы шустрого не видели? Зачем он тебе? Он мне торт проиграл. Мы вообще-то тут делом занимаемся, если ты не заметил. Так и я занимаюсь делом. Вот, это из ноутбука Корнеева, я оставил записи. Смотрите на экран. Он, оказывается, ввел дневник. Это распечаток последних двух дней. Читайте. Я убью ее, эту сволочь. Стукачку чертову. Я просил ее. Я ее умолял. Я чуть ли не на коленях перед ней полз. Она сдаст на ней в институте. Она и слушать меня не хотела. Побежала к начальству. Надо убить. Надо ее убить. Вот, собственно, и все, коллеги. Что было дальше, легко себе представить. Коренев выследил Явлеву и только ждал удобного случая, чтобы ее убить. А случай подвернулся очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok он отсутствовал минут пять-десять. Но убийцы этого хватило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я же говорила, пять минут, Саша. Все будет так, как я захочу. А нож под ванной. Отпечатки пальца Яновской. Ты же сама говорила. Ну, вот это мы сейчас и узнаем. Лейтенант, задержанная переговорная. Есть. В общем, убийство Явлево и раскрыто. А вот самоубийство, сейчас мы уже не сможем определить, прыгнул он сам или подскользнулся случайно. Но факт смерти остается фактом. Может, домой поехать? Или здесь утро дождаться? Осталось-то всего ничего. Я лично намерен съесть свой торт. На ночь вредно. Кому-то, может, и вредно. Мне лично полезно. Дорожитие? Проходите. Присаживайтесь. Сюда? Да, да. Присаживайтесь. Лейтенант свободен. Убийцы из вас не получились. Так что давайте говорите всю правду. Ночь на дворе, и мы уже устали все. Это я во всем виновата. Катя. Да я виновата. Я знала про его роман с этой. Да я сам хотел все тебе рассказать. Извините. Я догадывалась. А в тот вечер иду по лестнице, а у нее дверь открыта. Сейчас, думаю, войду и ей все скажу. Такое меня зло взяло. Наталья Алексеевна! Сашка! Сашка! ЗВОНОК В ДВЕРЬ В общем так, я вас отпускаю. Идите домой. Если будет нужно, мы вас вызовем. Что, мы свободны? Да, идите, идите. Побыстрее. Значит, вы нам верите? Лейтенант. Саш, пойдем. Пойдем, Саша. Да, спасибо. Спасибо. Они свободны. Да, не хотел бы я оказаться на его месте. Такая женщина не прощает. Что ты знаешь о женщинах? Так. Я за шустом. Пусть бежит в круглосудку, покупает торт. А мне кусочек. Ты говорила, торт на ночь есть вредно. Пусть бежит в круглосудку, покупает торт на ночь.